Его называют лидером своего поколения, а сам он себя иногда величает балконным жителем, балконным обитателем. Что такое, мы сейчас узнаем у нашего сегодняшнего гостя. Антон Шагин у нас в гостях. Приветствую вас. Антон, ну, с лидером своего поколения, это понятно, достаточно прочитать биографию и понятно, откуда что взялось. А вот насчет балконного обитателя, откуда это у вас такое самоопределение? С первым бы определением я бы поспорил. Мы скромничаем, но это правильно. Нет, никакого скромничества нет. Действительно, так никакого лидера. Нет, ну вы так рванули резко и сразу, поэтому здесь что-что-что есть лидер. Будет так, как есть, а никаких вот я не... Хорошо, чтобы с этой темой закончить, назовите своего ровесника полного, который, как вы считаете, в вашей области, в вашей сфере, сделал больше, чем вы. Вы можете назвать кого-нибудь из коллег? Ну да, почему нет? Например? С левкостью. Данила Козловский, Макс Матвеев. Замечательные актеры, их немного, но они есть. Ага, и немного все-таки. Хорошо. Ну а насчет балкона что там? А что насчет балкона? Вы любите творить на балконе, думать на балконе, сбегать на балкон от быта? На балконе учу, пишу, живу и так далее. Ниоткуда, ни от кого я не сбегаю на балкон. Это моя зона, где, собственно, можно посидеть и... А с каких пор такая вот привычка? С детства еще. С детства, да? Потому что в детстве был балкон, который дед... На каком этаже? На втором. Ага. Ну, это была хрущевка. И дед утеплил его, сделал откидной такой столик. И... Слоджио как-то. Да, такой пиратский. Пиратский, да. Как ее зовут? Ариша. Ариша. Вот Аришу мы пристроим куда-нибудь, в какие-нибудь хорошие руки отдадим. Она такая активная, я смотрю. У нас девушка, несмотря на то, что глаз у нее один, но она им видит все. У вас, кстати, домашние животные есть? Есть, черепахи. Черепахи, да? Почему так? Три черепахи, одна сухопутная, две красноухие. Вот. Это Матвей Антонович так пожелал? Ну, и нет, как-то вот совпало желание домочадцев приобрести. Мне кажется, это дети в основном, черепахи, там, знаете, Матвей и Полина, наверное, или нет? Да. Да? А с каких пор у вас такие вот... Наверное, года три-четыре. Понятно. А в детстве у вас были домашние животные? Были, и кошки, были, и собачка была. Я знаю, что вот детство у вас было, ну, так скажем, вообще считаю, что у вас биография, на самом деле, вот для боепика. Ну, то есть, надо будет снять когда-нибудь, на самом деле, фильм про вас, потому что очень, мне кажется, непростая. И вот я в этом контексте хотел бы про 90-е годы поговорить, потому что разные совершенно существуют оценки этой эпохи. Многие из, допустим, очень авторитетных в моей отрасли, в моей отрасли, говорят, что это лучшее время в стране. Время возможностей, время свободы, время свершений. Мне кажется, что у вас несколько иная оценка этого периода. Ну, я могу судить только с позиции, даже не позиции, а из детства, родом, как говорится, из детства на все это смотреть. И провинциальная жизнь была. Я из Брянской области, город Карачев, городок был небольшой. И мы буквально выживали в эти годы. И ничего, никакого... Романтики не чувствовали. И по поводу прекрасного времени у меня, к сожалению, не присутствует. Хотя и, в общем, и по поводу нынешнего времени то же самое. А что вы считаете общего у этих эпох 90-е и то, что называется, десятками? Ложь. Я думаю, что на самом деле тема не самая комфортная для вас, но просто не могу не спросить, потому что я слышал в одном из интервью, вы рассказали, что у вас маму убили, когда ей было 32 года, вам было 14, в Москве ее убили. А нашли тех, кто это сделал? Нет, нам сообщили вообще две недели спустя после трагедии. Вам сообщили? Ну, да. Понятно. И вы остались с братом фактически вдвоем, потому что была тетя, сестра, мамы и бабушка. И бабушка с дедушкой тоже была. Да, но потом у них тоже в скором времени не стало, к сожалению. Понятно. Вот часто считается, что люди воспроизводят как бы ту модель, которая у них была в детстве. А вы ведь наоборот, по-моему, как-то вот человек, который делает ставку на семью, причем на семью полную. Вы все время подчеркиваете, что семья – это главное, это жена, это дети и семья. Ваш родитель, он кто, что, почему его не было? Мама была кушеркой, по профессии не работала, работала санитаркой в сумасшедших домах и на рынках, продавала окорочка бушек, как в то время это называлось. И потом уехала в Москву на Черкизовский рынок, где, собственно, произошла трагедия. Вот, отца я не знал, даже фотографии я не видел, образа у меня, я не представляю человека. Вот, а дед воспитывал, в общем, дед все какие-то, ну, мужские дела там, все эти, как бы ориентир и маяк по человечности – это дедовские темы. Ну, а вот у вас же, наверное, есть желание разыскать отца? Ну, оно у меня было, когда мама не стала, и буквально я нашел и адрес, и все, это было в соседнем городе, в Брянске. Но в дверь тогда никто не открыл, и я больше не пытался, и не стану. Ну, вот вы стали знаменитостью, я думаю, что на самом деле, где бы ни был человек, чтобы с ним не стал, он должен гордиться тем, что… Кто гордится? Ну, все причастные к вашей семье должны гордиться, что так случилось, потому что ведь на самом деле ваша биография доказывает, что некий… Вы знаете, есть такой термин, там, талант всегда пробьется. Вот в вашем случае, я так понимаю, что если бы Зоя Ивана, преподаватель литературы в ПТУ, не увидела все ваши способности, не разглядела этот дар, то могло бы по-другому совершенствовать у вас. То есть случаи все-таки играют очень много. Мне кажется, в моем случае он определяющий, потому что самому бы мне в голову, конечно же, не пришло поехать поступать в театральный и так далее, и так далее. И большая, конечно, благодарность Зоя Ивана. Я в одной из телевизионных передач слышал, как Матвей, ваш наследник, сказал, что он хотел бы стать как папа. Это серьезно или это просто так, ну, как любой сын? Наверное, пока… Вы видите в нем с мамой задатки какие-то? В нем есть, как сказать, огонь, есть вот это внутреннее пламя, которое творческому человеку необходимо. Без него иначе блюдо не приготовится, да, и зритель заскучает и останется голодным. У Матвея это есть, но нам хотелось бы, чтобы все-таки он занимался музыкой, он имеет талант к музыке, он занимается на фоно, и вот хорошо бы, чтобы он в эту сторону развивался. Музицировал или сочинял? Здесь уже сам, как… Напишет музыку к вашим стихам. Это будет хорошо. Будет семейный такой, как бы, проект, как принято говорить. Вы стихи ведь издали, да, недавно, мне кажется? Да, есть книга, она называется «Её». Её? Её, да. Её есть игрушка, её есть книжка. Так, так. Вот, там стихи, там рисунки, там диск, она с диском, она продается в магазинах Москвы. Записано просто, как вы читаете? Я позвал своих приятелей, друзей, разных профессий, и где-то сам читаю, то есть там 27 композиций, и где присутствует музыка, и присутствуют различные люди, талантливые, прекрасные, такие, как, например, Гарик Сукачёв, Андрей Хлывнюк из Киева, Boombox. Или моя жена, также там читает книга, и мой друг Михаил Милькис, мой однокурский. Ну, в общем, там собраны те люди, без которых я, ну, не представляю своей жизни, что ли. А вот киевский ваш, там, товарищ, вы же работали, да, в Киеве или там? Да, у меня был один съёмочный день, и если всё будет благополучно, я вернусь закончить. Вы избегаете при общении с коллегами киевскими вот той темы, которая является доминирующей в средствах массовой информации последний год, скажем? Конечно, это очень сложно, и обходить это сложно, но нам есть о чём разговаривать, и есть что обсуждать помимо всей лжи и помимо всего ужаса, который творится. В общем, сознательно мы не избегаем, и сознательно мы дистанцируемся от этих проблем, но мы все понимаем, что это непростой вопрос, конечно. Кстати, мы до эфира с вами говорили, я так понял, что именно кастинг на роль какую-то именно в Киеве по скайпу вас осматривали. По скайпу так происходило, да. Мне жена накрутила пейсы, я должен был изобразить еврея, и я накрутил пейсы, одел шляпу, и с киевским режиссёром, с Владимиром Лертом мы проводили, значит, по скайпу пробы. Я даже подвинулся на крупный план, после чего уже режиссёр... То есть вас утвердили просто вот не глядя? Утвердил, по скайпу, да, и я полетел сниматься. Это пьеса Григория Горина «Поминальная молитва», «Тевье молочник» будет называться фильм. Евгений Князев играет главную роль, я играю Перчика в этом фильме, и поедем доделывать то, что начали. — Скажите, а вашей супруге как-то в известной степени пришлось, да, ну, что называется, наступить на горло своей песне? То есть она же очень много занимается детьми, и работать по профессии, в общем-то, не имеет возможности. — Вы знаете, я по профессии тоже работаю, на самом деле, очень редко. Так как ни нянь, никого у нас нет, мы занимаемся сами, самостоятельно детьми, и считаем, что это правильно и необходимо, чтобы родители этим занимались. И вместе растим двух прекрасных детей. — Вообще, в принципе, традиционно всегда было, я думаю, что, может быть, и везде, но у нас в стране всегда было, что занимались дедушки и бабушки. В вашем случае, у вас просто с вашей стороны нет, а там за границей, да, у вас жена иностранка, фактически. — Нет, но она русская. — У нее гражданство-то эстонское осталось? — Нет, русское. — А, она взяла российское гражданство, да? — Да, конечно. — Родители там. Вы к ним приезжаете? — Ну, разумеется, дважды в год, как по расписанию, конечно. — Ну, а они к вам? — А я, они к нам приезжаю. — Понятно. А у вас, поскольку, опять же, в одном из интервью вы рассказывали, что когда у вас на втором курсе, да, по-моему, роман, как бы, загорелся, были такие реплики, что вот некий мезальянс, что она из такой вот, из-за границы, скажем, девушка, а вы там из... — Из карачевского княжества? — Да, да. — То, что называется, из простых. Вы когда знакомились с тестями и тещей, у вас был такой какой-то, ну, то, что называется, мандраж? Или вы достаточно уверены? — Ну, разумеется, конечно. — Нет, ну, по-разному бывает. — Разумеется, был, и просить руки — это непросто, но это произошло, и меня приняли в семью, за что я благодарен. Какое-нибудь стихотворение вот про семью. То есть они у вас все, на самом деле, насколько я понимаю, в известной степени, но прямо что вот про семью. Вы знаете, вот конкретно вот как бы тема вот про семью, про жену, про детей, я не... нет их у меня. Они могут быть... возникнуть в самом стихотворении как некое связующее, да, что-то саму поэтическую... сам поэтический материал. А вот конкретно по темам, по циклам, почему-то нет, есть детское стихотворение. — Прочитаете, если... — Прочитаю, называется оно «Карандаши», и там и семья есть, там все есть, и безо всякой политической подоплеки. — Так. — Карандаши между собой, спор затеяли пустой. Кто кричит, мой желтый цвет, им рисует солнца свет, потому я самый главный, мной любуются все дамы. Возразил ему в ответ карандаш, имевший цвет, восхищенно ярко-красный. Среди вас я самый классный, мной рисуются сердца, вот в чем желтый разница. Тут же черный карандаш вдруг пошел на абордаж и сказал, а флаг пиратский? Ведь раскрашивают мной, потому что цвет мой адский, я в коробке основной. И поднялся крик и шум. Тут оранжевый молчун вдруг сказал, а нет, друзья, всех важнее только я. Среди вас я, господин, мной рисует апельсин, карандаш со стороны. Эй вы, споры нам вредны, я простой и для меня. Чужда эта трескотня, будьте проще, хватит споров и взаимных всех укоров. Каждый свой имеет цвет при рождении на свет. В мире все цвета равны жить, давайте без войны. Ну, песня, вот просто вот, я же не даром упомянул музыку, которую может писать Матвей Антонович Перспективный. Так что здесь и семья, и все, что хотите, можно. А вы поете вообще? И поем, и танцуем. Ну, то, что танцуем, это все, кто ваши фильмы видели, есть незабываемые, кстати, там проходки. А вы танцевать учились, ну, по... В школе-студии. В школе-студии, да? В школе-студии. То есть до этого нет? Альма-матер. В детстве? Только школу-студии. Не зажигали? Конечно, танцевал. И на каких-то новогоднем празднике, наверное, лет семь принимал участие, был конкурс, где я выиграл кассету заграничной группы, очень дискотечным таким подходом. И вот под нее до сих пор танцуют. Она где-то внутри. Понятно. А брат? У брата спокойнее, в этом смысле танцевать его не заставишь. Так. Он художник, он рисует. У него своя линза на этот мир. А когда он стал художником? То есть вот он в детстве это уже был художник? Нет, он после школы поехал учиться. Это же младший брат, он ваш младший, лет на пять, по-моему, да? Четыре. На четыре года. И он поехал учиться в Брянскую академию, потом в школе-студии учился на сценографа и работает, сейчас создает. А вы совместно что-то никогда не делали? То есть он никогда не участвовал, я не знаю, так или иначе, не был задействован в тех проектах? Допустим, книжку не оформлял? Нет, в книжке нарисованы мной рисунки. То есть я не художник, да и не поэт, просто когда пишется что-то, параллельно рисуется, и вот скопилось, и в эту книжицу все это сложилось. Вы не художник, не поэт и не слесарь, хотя год проработали на заводе. Удивительная вещь, мне кажется, что она понятная, но я хотел бы, чтобы вы это пояснили. Вы сказали, что люди, с которыми вы работали, они были настоящие люди и честные. При этом тут же, спустя минут пять, сказали, что все подворовывали алюминий. Это я подворовывал алюминий. А, так, то есть вы все-таки на себя. Ну, а я кого-то не могу в этой смысле. Нет, дело в том, что есть разная честность, есть разные представления о чести, о долге, о том, что называется понятиями. Я думал, что мы на эту тему поговорим, но вы ушли. Вы взяли все на себя, что это только вы, так сказать, подворовывали алюминий. Да пару раз, господи. Ножки от стульев. А что с ним потом делать? Сдать и получить беличьи шкурки, чтобы... Беличьи шкурки? Да, конечно, деньги, это беличьи шкурки. А в этом смысле? И спокойно провести выходные, пригласить девушку. А как вы сейчас проводите выходные? Сейчас выходные мы проводим в жажде познания. Так, это не ответ. Поясню, поясню. Это связано в первую очередь, конечно, с детьми, потому что мы посещаем детские спектакли, посещаем музеи. На прошлых выходных мы с сыном поехали в Третьяковку и провели там два часа. Его, разумеется, впечатлило искусство. И более всего, конечно, Иван Грозный, как бывает, своего сына, ему рассказал историю про сумасшедшего человека, который разрезал трижды, значит, полотно. И если поймать там грамотно свет, эти полосы видно, и реставраторы, как бы ни старались, все равно их видать. И, ну, различные истории, связанные с картинами, даже не сами картины, а вот их создание, их появление, их, как бы, путь. Вот это интереснее, и он больше запоминает это, ну и так далее. То есть мы пытаемся ездить, узнавать, смотреть, изучать. Футбол играете, я знаю. Футбол, а не знаю. Возьмите, она живая очень, такая живая, просто действительно пиратка такая, ну, красавица. Значит, мы финалимся, мы такой вот игрой с правду. Уже финал. Да, у нас 24 минуты, да. Вы что-то хотели сказать, и я о чем-то не спросил? Нет, все. Так это же хорошо, что время пусть прошло, нет? Ну, где только начинаешь, как говорится, испугать. Ну, ладно. Так приходите еще. Значит, как выглядит эта игра? Здесь фишки на четырех цветов. Вы наугад выбираете одну и такого же цвета. Вопрос вопросы, я сразу всем говорю, что не майки. Они бывают разного характера. Если вам покажется некомфортно, мне отвечайте красное. Красное, да? Да, любое, любое. Она не одна, здесь такая, любое красное. Читайте слух. Изменяли ли вы когда-либо своему партнеру, возможно, не текущему? Нет. Нет. А партнер-то может быть разный здесь? Мало ли, может быть по работе. У вас есть любимый режиссер, скажем так? О, режиссеры одного, нет, их несколько, те, которые нравятся, те, с которыми хотелось бы работать. Я думал, что я услышал определенную фамилию, но не услышал. Так, опять красное. Вон красное, привет. Так, мы ее отложили, так что третий будет другого цвета. Вам снился эротический сон с человеком, который на самом деле вас раздражает или вызывает отвращение? Мне не снятся сны, к сожалению. Вообще? Да, вообще. Вы счастливый человек, потому что сны бывают такими. Сны. Вопрос на подумать. Вот это здесь сложнее будет. В детстве вы отказались дружить с толстыми или некрасивыми детьми? Нет, а с очкариком. Да? Это сейчас такой был. Какой-то такой. Я обащу стол в себя сегомфором. Я подумал, что это так носить очки в детстве. И когда мама расходилась с отчимом, я ей сказал, мамочка, только выходи замуж за человека. За мужчину не в очках. Почему? Как мужчина в очках я почувствовал себя не самым комфортным образом. Тем не менее, дарю гостю-гостю книжку 24 кадра, правда, про кино. Приходите к нам еще. Мы договорим о том, о чем мы не договорили. Хорошо. Да? Да. На самом деле, самое главное, мы про творческий план не поговорили. Поэтому я просто беру сейчас выйти с обещанием, что вы к нам еще придете. Да, разумеется. Спасибо вам. Благодарю. Спасибо. Спасибо.